Футбол давно превратился в бизнес, в котором самые богатые клубы стабильно переманивают футболистов у тех, кто победнее. Канал Гол24 представил, чего смогли бы добиться команды со средними бюджетами, если бы не теряли лидеров из года в год. Поехали! Арсенал После триумфа в чемпионате Англии в 2004 году банду Арсена Венгера всерьез называли сильнейшим клубом в Европе. Канониры играли настолько воздушно, ярко и слаженно, что даже победа Порту в Лиге чемпионов того сезона не затмила волшебный эффект от золота непобедимых. Все изменила стройка стадиона Эмирейтс, из-за которой лондонцам пришлось тотально экономить. Сначала Арсенал грабила Барселона, каталонцы переманили Тьери Анри и Александра Глеба. Затем над канонирами поглумились толстосумы из Ман-Сити. Там считали неполноценным трансферное окно, если не удавалось выкупить кого-нибудь из Арсенала. На эти хат благополучно перебрались Эммануэль Эдабайор, Кола Туре, Самир Насри, Гаэль Клиши и Бакари Санья. Параллельно Барса забрала Сеско Фабрегаса, а Эмью – Робина Ван Перси. Но даже в таких условиях Арсен Венгер стабильно выводил свою команду в групповой этап Лиги чемпионов. Это вызывает уважение. К сожалению, после завершения строительства Эмирейтс, Венгер так и не перестроился на новый формат. Сейчас лондонцы могут позволить себе тратить на уровни Сити, Челси или Эмью. Но Арсен лишь недавно осознал, что 100 миллионов евро за одного игрока – нормальная сумма для 2017 года. Все указывает на то, что при Венгерии Арсенал больше не добьется ничего престижнее Кубка Англии. Но грустить стоит не об этом, а о том, что во второй половине нулевых один из самых мощных клубов Британии был вынужден торговать суперзвездами, чтобы обеспечивать себе нормальное существование. Мадридцы долго живут по очень простой, но эффективной формуле. Продают лучшего нападающего, берут кого-то подешевле, доводят его до топ-уровня и тоже продают. Схема сработала с Торосом, Агуэра, Фалькао и Костой. Но помимо страйкеров, Атлетико регулярно лишается классных игроков другого амплуа. МЮ конфисковал вратаря Давида де Хеа, Челси – латераля Филиппе Луиса, а Барселона – хавбека Орду Турана. Последняя потеря из этой серии – переход Тео Эрнандеса в мадридский Реал за 30 миллионов евро. К философии Атлетико можно относиться по-разному, но нужно отметить две вещи. Во-первых, Диего Симеони блестяще справляется с продажами ведущих футболистов и почти сразу находит им равноценную замену. Во-вторых, периодически есть ощущение, что Атлетико банально не хватает глубины состава для того, чтобы снова победить в Ла Лиге или, наконец-то, забрать Кубок Чемпионов. Сейчас все держится на тренерском таланте Симеони и верных лидерах вроде Гризмана, которые не бросают клуб, где их вывели на новый уровень. Если убрать из Атлетико Диего, то индейцы с огромной долей вероятности опустятся к Валенсии и Севилье, то есть относительно крепким клубам, которые почти ни на что не способны в Лиге Чемпионов. В Дортмунде очень четко и даже прижимисто распределяют средства, избегают ошеломительных приобретений и никогда не выделяют игрокам зарплату выше рынка. Из-за такой принципиальной стратегии Боруссия спокойна за свое будущее, но практически выведена из борьбы за победу в Лиге Чемпионов и Бундеслиге. Все футбольные богачи знают, что руководство шмелей редко произносит фразу «этот игрок не продается». Наоборот, там всегда готовы назвать цену и участвовать в торгах. Поэтому каждое лето Боруссия кого-нибудь продает, чтобы пополнить бюджет и проинвестировать в очередного игрока, подающего надежды. Хроника отъездов из Дортмунда заставляет прослезиться. Кагаву подписал МЮ, Шахина – Реал, Хитаряна – снова МЮ. Гюндагана – Монсити, а Дембеле – Барселона. С этих трансферов Боруссия в сумме подняла больше 200 миллионов евро. Но Бавария сделала все, чтобы главному конкуренту не помогли эти деньги. Мюнхенцы очень технично подписывают героев Дортмунда. «Хочешь стать чемпионом и получать больше?» – спрашивают переговорщики с Альянс-Арены. И лидеры Боруссии регулярно соглашаются, обрекая себя на ярость Сигнал и Дуны Парка. Удачнее всего Бавария схантила Роберта Ливандовски. Он достался клубу за 0 евро, потому что у него завершался контракт. Помимо Поляка в Мюнхен уезжали Марио Гетце, который потом вернулся, и Мац Хумельс, который усилил оборону самой титулованной команды Германии. Боруссии в таких условиях можно только посочувствовать. У них отличные фанаты и атакующая философия. Но экономический клуб не справляется с задачей выигрывать престижные титулы. Впрочем, стоит отдать должное Марко Ройсу и Пьеру Эмерику Абамиянгу. Они пока что помогают Дортмунду держаться наверху, несмотря на соблазнительные предложения из Парижа, Манчестера, Лондона, Мадрида и Барселоны. Монако В 21 веке Манигасские пережили весь спектр ощущений. От выхода в финал Лиги чемпионов до путешествий по французскому подземелью. Затем в 2011 году в клуб пришел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев и поначалу планировал сделать Монако аналогом Челси или ПСЖ. К несчастью для Дмитрия, его прижали сразу с двух сторон. Французы хотели много налогов, а UEFA указывала на финансовый фэйрплей. Тогда Рыболовлев принял решение наладить экономическое состояние в Монако и не уходить в сильный минус. Стратегия полностью себя оправдала. Клуб выиграл чемпионат Франции и запрыгнул в полуфинал Лиги чемпионов, не прекращая оформлять резонансные трансферы на выход. В 2014-м из княжества уехал Хамес Родригес за 75 миллионов евро. В 2015-м Антони Марсиаль за 60 миллионов евро. А в 2017-м, сразу после чемпионства, Монегаски заработали на продажах 177 миллионов евро. Например, Мэнзи ушел в Сити за 57,5 миллионов евро, Силва в тот же Манчестер за 50 миллионов, а Бакайоко в Челсе за 40 миллионов. Еще в аренду в ПСЖ отправился вундеркинд Киллиан Баппе. За него Монако в перспективе получит около 160 миллионов евро. Увы, летние потери ощутимо сказались на силе чемпионов Франции. Они рискуют и уступить титул ПСЖ, и не выбраться из группы в Лиге чемпионов. Конечно, это будет катастрофа для полуфиналиста предыдущего розыгрыша. Аякс В Европе хватает немало клубов, позиционирующих себя фермами. Допустим, за последние 10 лет Бенфика и Порту заработали на двоих больше миллиарда евро, просто продавая игроков в топ-клубы. Но изначально эту бизнес-модель придумали в Амстердаме, где местный Аякс, оставаясь голландским грандом, постоянно поднимает деньги на роскошных трансферах. Златан Ибрагимович, Кристиан Эриксон, Дейли Блинт, Луис Суарес, Класс Ян Хунтелаар, Аркадиуш Милик, Ян Вертонген и Томас Вермалин все они привыкали к интенсивному футболу в Амстердаме, а потом перебирались в элитные чемпионаты и становились звездами. К несчастью, сегодняшний Аякс стал жертвой собственной жадности. Весной 2017 года молодая и дерзкая амстердамская команда выжигала противников в Лиге Европы и добралась до финала, но потом руководство устроило распродажу. Потеряв игроков, но получив 80 миллионов евро, Аякс впервые за 50 лет не попал в основную стадию еврокубков. Вывод. Не стоит гнаться за деньгами, если есть хотя бы теоретическая возможность снова побороться за трофеи. В прошлом видео мы спросили вас. У Андрея Пирло уже есть небольшой бизнес. Угадайте, в какой сфере? Ответ. Пирло – винодел. Он с детства любит этот напиток, а сейчас выпускает порядка 20 тысяч бутылок в год под личным брендом. Возможно, после ухода из футбола Андрея как раз сосредоточится на вине. А теперь следующий вопрос. Из-за тесного сотрудничества с Бенфикой этого тренера часто обвиняют в том, что он зарабатывает на трансферах игроков из этого клуба. За карьеру тренер потратил на футболистов в Бенфике около 136 миллионов евро. О ком речь?